Рад приветствовать вас, дорогие зрители. Вы на канале Анапчане. С вами Максим. Улица Горького в районе Театральной площади. Вторая полная дня, 21 октября 2023 год. Сегодня у нас в Анапе весьма ветрено. Вот смотрите, 1001 кухонный светильник. Композиция возле Театральной площади. Видите, как они раскачиваются. Температура воздуха сейчас около плюс 21 градуса, но из-за ветра ощущается градусов на 17-18. Люди массово гуляют в выходной день. И в принципе погода, хоть и ветреная, но позволяет гулять. Осадков нет, дождя нет. На Театральной площади продолжается реконструкция, продолжается активная работа по приведению в новый доселе невиданный вид общественного пространства. Там у нас Триумфальная арка. Это у нас Центр народной культуры Родина. И к концу года планируют все это уже сделать и открыть доступ для того, чтобы гости Анапы и местные жители, конечно же, смогли оценить все преимущества нового обустройства этого известнейшего в Анапе общественного пространства. Вот у нас паспорт объекта. И в паспорте объекта сказано то, что окончание строительства, окончание реконструкции, наберли 2023 года. Так что сейчас работы идут полным ходом по реконструкции. Температура воздуха сегодня в Анапе выше 20 градусов. Следующие два дня также будет температура воздуха выше 20 градусов. Но благоприятным пляжным дням препятствует достаточно серьезный южный ветер, который, во-первых, не дает жаре разгоняться, сдувает все тепло. И, во-вторых, вот сегодня, допустим, в Анапе достаточно пасмурно, потому что ветер нагоняет вот эти воздушные массы, нагоняет тучи с моря. И такое ощущение, что как будто вот прямо-таки над Анапой они концентрируются. Это у нас русские ворота, остатки турецкой крепости. Здесь у нас улица Пушкина и санаторий Мотылек находится вот там. Вот один из его корпусов. Сейчас, видите, идешь по такому узкому проходу. Но вот с каждым днем уже все отчетливее и отчетливее. Представляешь, что, в принципе, здесь будет. Вот, собственно, это уже новая плитка. Ну, понятное дело, что еще многих деталей не хватает. Вышли на центральную набережную. Ветер, сильный ветер сейчас активно сдувает листья с деревьев. Вот видите, здесь на территории контактного фонтана сколько листьев нападало. Это вот за сегодня. То есть дворники не успевают эти листья убирать. Ну, вот прямо-таки. О, видите, как здорово, как классно. В общем, в Анапе по настроению сегодня такой конкретно осенний день. От нас декоративный кораблик «Алые паруса», пользующийся стабильной популярностью среди детишек. Ну, вообще, среди всех, кто хочет здесь сфотографироваться, например. Некоторые блогеры пытаются распространять информацию, что вот в эти дни в Анапе должна быть якобы аномальная жара до плюс 30 градусов. Однако, эта информация не соответствует действительности. По прогнозу на 22, 23, 24 октября в Анапе ожидается максимум 23 градуса в тени. Плюс будет продолжаться ветерная погода. И в жаре просто неоткуда будет взяться. Вот эти 23 градуса, они выше не пойдут, потому что ветер будет, накопление тепла сразу сдувать. Тем не менее, вот, например, в эти же дни, 22-23 октября в Краснодаре, будет температура воздуха до плюс 27 градусов в тени. Почему такая разница? Потому что в Анапе море охлаждает воздух. То же самое происходит, что и летом на несколько градусов температура воздуха ниже в Анапе, чем в Краснодаре. И вот в этот раз разница аж в 5 градусов. То есть, в Анапе 22-23 октября будет до плюс 22-23 градусов, а в Краснодаре до плюс 27 градусов. Это в тени. Спустились с вами на нижний яру центральной набережной. Здесь ветерок уже ощущается чуть явственнее. Здесь мы можем с вами любоваться морским прибоем, который сегодня такой не особо выраженный. Вот, опять же, это из-за того, что ветер южный. И здесь у нас большая бухта. Здесь много из того, что происходит вот там, в районе высокого берега. Сюда просто эти волны не доходят. Ну, здесь видите, небольшие волны. В прошлом обзоре я рассказывал вам о том, что в Анапе вскрыт, обнаружен притон, где оказывались спецуслуги для мужчин. Были схвачены сутенеры. И вот стали известны новые подробности. Суд в Анапе арестовал главного сутенера, который вовлекал девушек, в том числе несовершеннолетних, в занятия по казанию мужчинам спецуслуг. Фюгурант вместе с сообщниками организовали на территории Анапы деятельность по предоставлению спецуслуг лицами женского пола, в том числе несовершеннолетними. Содержали дома терпимости и вовлекали в эту деятельность женщин путем применения насилия, угроз и похищений. Подозреваемый от дачи показаний отказался. Суд, рассмотрев материалы, согласился со следствием и ходатайство удовлетворил, заключив фюгуранта под стражу. Срок меры пресечения до 18 декабря 2023 года. Ну, наверное, потом уже будет все это продлеваться, конечно же. Центральный пляж встречает нас сегодня с залежами водорослей. Вот здесь вот, возле берега, на расстоянии нескольких метров. Ну и там дальше, если посмотреть, то на всем протяжении есть такие небольшие просветы возле берега. Но водорослей возле берега по-прежнему достаточно много. И, как видите, вроде как их даже не пытаются убирать в межсезонье. Вы только представьте, ребята и девчата, насколько ужасный притон накрыли, обнаружили, накрыли в Анапе. Там, в этом притоне, предоставляли спецуслуги мужчинам с вовлечением несовершеннолетних, и причем не по их собственному желанию, а этих девушек похищали, потом угрожали им, принуждали всем этим заниматься. И это не что иное, как явление современной формы вот такого нелегального рабства. Но если вы вдруг не знали, то по всему миру, в том числе и в России, существует вот такое незаконное рабство. И люди вовлекаются вот в это рабство по трём основным направлениям. Первое направление – это трудовое рабство. Еще одно направление – это рабство инвалидов, которые занимаются попрошайничеством. И третье направление – это как раз-таки вот обращают в рабство девушек и женщин для оказания мужчинам спецуслуг для работы вот в таких нелегальных домах терпимости. Как происходит обращение человека в рабство? Ну вот, если говорить о вовлечении девушек и женщин в рабство, это зачастую происходит во время организации каких-то вечеринок людьми, которые не очень знакомы девушкам. Там на дискотеках, после дискотек в барах подливают что-то девушкам, какое-нибудь снотворное в напитки алкогольные. И потом уже девушки, когда просыпаются, они оказываются на запертой территории, в какой-то запертой комнате, и их потом начинают принуждать к оказанию услуг мужчинам. И зачастую это происходит с, опять же, с насильственным принуждением к насильственному приучению таких девушек к употреблению незаконных, запрещенных веществ. В общем, все это очень ужасно. И вот на Индекс.Зене, в Ютубе есть уже достаточно много видео. У нас в России есть даже специальные фонды, некоммерческие организации таких энтузиастов, волонтеров, которые по просьбам родственников помогают выслеживать рабовладельцев вот таких и вызволять, высвобождать людей, которые оказались в том или ином виде рабства. Зачастую это происходит с драками, с вызовом полиции, естественно. Но тут еще нужно выследить, потому что как только девушку, женщину, обращают в рабство, ну, естественно, у таких девушек отбирают все документы, им всячески угрожают, им не дают свободно передвигаться, перемещаться, то есть держат их в запертом помещении, устраивают прямо-таки адские условия и заставляют их заниматься тем, чем эти девушки не хотят заниматься оказанием спецуслуг мужчинам. Ну и это ужасно, ведь в том числе и несовершеннолетние в этот процесс вовлекаются. Вот, например, есть такой поисковый отряд, ну, вообще поисковая служба, Лиза Альдерт называется, я думаю, многие из вас слышали. Вот, в частности, по Краснодарскому краю я зашел, посмотрел, и там несколько девушек, подростков числятся пропавшими без вести. Кто неделю, кто две, кто дольше. Вот, с поисковой группы Лиза Альдерт по Краснодарскому краю я скопировал с их телеграм-канала пару объявлений, сейчас я зачитаю их без персональных данных. Внимание, пропала девушка-подросток, 15 лет, 2008 года рождения, в Краснодаре пропала. С 8 октября, с 8 октября аж, 2023 года, ее местонахождение неизвестно. Приметы, рост такой-то, телосложение такое-то, волос такого цвета, глаза такого цвета, и в чем была одета. Еще одно объявление. Внимание, пропала девушка-подросток, 17 лет, в станице Тбилисской, Краснодарского края. С 17 октября, 2023 года, ее местонахождение неизвестно. Приметы, рост такой-то, телосложение такое-то, цвет волос, цвет глаз, и во что была одета. Понятное дело, что не все несовершеннолетние девушки, которые пропадают, оказываются именно вот обращенными в такое рабство. Но, я думаю, что вот эти бандиты, они в том числе, вот могут, наверное, просто поздним вечером на какой-то безлюдной улице, тем более в какой-нибудь там станице, просто схватить эту девушку и куда-то увезти в неизвестном направлении. Или вот, например, в Москву приглашаются девушки из регионов на заработки, там вставляются объявления прямо-таки с очень заманчивыми условиями, а когда эти девушки приезжают в столицу, у них отбирают документы, и все, тоже их обращают в такое рабство по оказанию спецуслуг мужчинам. Дошли с вами до центра центрального пляжа. Здесь традиционно достаточно большое количество людей, которые через вот улицу Гребенскую выходят на лаунж-зону к морю. Чайки сидят на морских качелях, на надписи она покачает. Огромное количество водорослей возле качелей. Ну и, как видите, при достаточно высоком температуре воздуха, плюс 21 градус, день сегодня абсолютно не пляжный. И людям остается только наслаждаться морским простором, дышать свежайшим морским воздухом. Ну, хорошо, что дождя нет, как говорится. Кстати, смотрите, сегодня день не пляжный, зато на центральном пляже можно покататься там на лошадке, на поне. Люди ходят, предлагают прокатиться за умеренную плату. Так что не позагорать, так покататься на копытных. А теперь новость из сферы недвижимости. Сегодня про мошенничество в этой сфере. В Сочи два мошенника продавали чужие квартиры. Ущерб оценивается почти на 60 миллионов рублей. Приезжие мошенники, которым 32 года и 25 лет, продавали в адресском районе Сочи квартиры, которые им не принадлежали. Фигурантам поверили и отдали почти 60 миллионов рублей своих накоплений 12 покупателей. Однако в собственность жилье жертвы так и не получили. На злоумышленников завели уголовное дело по статье 159 УК РФ. На их имущество наложен арест. Сейчас дело уже передали в суд. И этим мошенникам грозит до 10 лет лишения свободы. Что касается прогноза погоды в Анапе на ближайшие 10 дней, ожидается то, что тепло будет по-прежнему сохраняться. Температура воздуха после 23 октября будет днем до плюс 18-19 градусов. Преимущественно будет примерно облачность с прояснениями. Но каких-то уверенных пляжных дней уже в ближайшее время не предвидится прогнозам. Увы, конечно, ветер испортил вот этот приход тепла. Ну, собственно, южный ветер сначала принес тепло, а потом дальше продолжил дуть. Что, собственно, он сегодня делает. И не было бы ветра, было бы посолнечнее. Сейчас бы люди загорали как минимум. А сейчас ветер, шторм на море. И некоторые люди даже ходят в куртках. Потому что ветер хоть и южный, но он такой прохладный. Слегка прохладный. Кстати, в телеграм-канал я публиковал видео, как силовики вломились неожиданно для содержателей притона. Вот, собственно, вот притон. Застали всех врасплох. Всех арестовали. Я уже не стал сюда вставлять фрагменты видео, потому что не всем такие подробности нужны. Но кому нужны, можете перейти на наш телеграм-канал, который также называется Анапчане. Ссылка на него есть в описании к этому видео. И посмотреть, как там все жестко это дело происходило. Задержание и арест всех присутствующих. Хоть пляжные дни, ближайшие 10 дней и не планируется, но в Анапе по-прежнему теплая погода. В принципе, каких-то сильных дождей, затяжных, ближайшие 10 дней не ожидается. Так что конец октября в Анапе, как минимум для успешных прогулок, без напяливания большого количества одежды, весьма благоприятен. Друзья, ставьте лайки этому видео, кто впервые на канале, смело подписывайтесь, делайте репост, пишите ваше мнение в комментариях по поводу всех тем, которые мы затронулись в сегодняшнем обзоре. Меня зовут Максим. Желаю всем мира, желаю всем добра. Все. Пока, до новых встреч.